и всем кукушеньки дорогие друзья сегодня с вами я допустим это заводки 20 очередной проносный рестсел мания 36 и предмейн ивент моих записей не считая голдберга и брона с ровно хотя не знаю что раньше выйдет это матч который личный просто возведенный в абсолют edge против рэнди ортон в последний стоящий на ногах кто не знает на royal rumble под цифрой 21 вышел запрещенная суперзвезда edge я че очень неприятно да рэнди ортон когда тебя стулом хреначи да ой буду знать буду знать рэнди ортон хотя нет это что уже знает когда его из потешка стулом хреначат а вот и видимо не особо в курсе этих ощущений да рэнди ортон да ну отвечай рэнди ортон ответь мне на вопрос ну вот так то ну да я думаю реально матчи никто не будет ждать пока они сойдутся на ринге матч начнется за рингом тем более last man стейдинг вполне себе позволяют это сделать просто начал махаться на рампе и все и уже матч начался вот как сейчас судья стоит рядом уже готов отчитывать до 10 кондизайн правила last man стейдинг нужно чтобы противник не смог на счет 10 подняться еще вон просто валялся просто как отъехавший тогда победил когда-то сделал вернулся на royal rumble edge дошел до тройки в royal rumble тех кто остался в матче очевидно и последнего кого он выкинул был рэнди ортон но рэнди ортон хотел сделать марки а потом такой да ладно я пошутил но это же не понял таких шуток потом на следующем ро по-моему на следующем ром появился снова edge они с рэнди ортом типа да да братан братан но рэнди ортон напал на edge и довольно сильно избил его стулом по шее и долгое время не мог объяснить зачем он это сделал потом он это харди досталось потом еще же не edge досталось бэт феникс и вот в конце концов все таки рэнди ортон пояснил за свой поступок он сказал что он хотел так беречь вау прям на стул получилось неплохо а хотел уберечь edge спасти его но его неправильно поняли и он согласен был на матч last man стейдинг как довольно жесткие меры по безопасности у рэнди ортона конечно тут не поспоришь и по да и по безопасности но каждый безопасность как может вот он подумал то что лучшая безопасность для edge будет сломать ему шею еще раз чтобы точно никого не выходил на ринг глупый глупый у нас the viper но если вы ожидали что-то умного от гадюки то не забывайте что у него голоса в голове все еще говорят что ему делать и в принципе разговаривать с ним так что тут делать особого нечем и спир прям на стул ухты все мне кажется рэнди ортон уже проиграл но если вы думали что edge вот так вот просто сдастся если не застся так вот просто нагнет рэнди ортон мне кажется он будет отыгрываться на нем но что представьте вот вы вернулись в дело которое никогда уже не думали вернуться все этому дичайш рады вы с ума сходите того как вы рады вы готовы махаться до бесконечности но тут ваш лучший друг ну не лучший друг берет и просто ломает снова все планы почти что ломает еще на жену вашу рыпается вообще сумасшествие какое-то мне кажется это будет очень сильно растягивать удовольствие прям максимально и бедный рэнди ортон нифига не бедный рэнди ортон будет страдать очень и очень жестко как же будет в действительности посмотрим на рэнди ортон возможно уже сегодня ночью либо же завтра как именно поведет себя edge и рэнди ортон будет интересно глянуть будут ли они ждать пока оба зайдут на ринг или уже нападут друг на друга на рампе рэнди ортон не заставляй меня вайкапить рэнди ортон вставай бесит серьезно ты уже готов был за видите да видите 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 рэнди ортон просто лежал он знал он знал что если он придет себя ему достанется еще больше он просто гребет неимоверно такой ну на хрен я не собираюсь так делать лучше зац прям сейчас как поставить лестницу объясните мне зажать что-нибудь нет вот я так вот так сложно ладно рэнди ортон не ходишься лестница я почему собственно выбрала лестницу потому что ну лестница это ассоциация с edge'ем тил си мальчик бесконечная с кристином в паре против дали бойся харди бойся это легенда это матчи легенды каждый из них по своему охренителен я думаю вы спорим с этим явно не будете если будете то вы значит их просто не видели либо не нравится такой стиль матча я тоже могу такое допустить ухты какой-то жесткий рэнди ортон он заставил меня проще про прощепиться сквозь лестницу это жестко рэнди ты это помягче будь со мной это сюда сума чуть не сошел от такого 1 даже 2 не было очевидно хоть он и просочил меня сквозь лестницу как гребаную воду но очень не настолько слабенький чтобы после такого отъезжать на полицу так хочу у рэнди ортона то есть вроде есть резаленци но он вас воспомнил реверс это логично решили резаленцией поможет поможет резаленцией ну что же рэнди не будешь со мной сражаться да будешь как некая крыс просто выжидать хотя нет он не выжидает он дает этжу шанс он дает этжу шанс на быстрый проигрыш чтобы эти не страдал больше типа хватит тебя бро я думаю с тебя этого достаточно но нет Эджу недостаточно, Рэнди Если Эджу недостаточно тебя избивать Он будет избивать тебя, пока Он не устанет А не устанет он еще не скоро Тем более, насколько я знаю, контракт с Долу Подразумевает под собой то ли 8, то ли 6 Выступлений в год у Эджа Так что он довольно такой резенький персонаж У нас будет, но Надеюсь, что его не будут Так же бездарно использовать, когда Дио Мил Дио Брайан вернулся, у него довольно странные фьюд Были, все думали, ну вот это разгоночка Сейчас вот после этой сране пойдет нормально Нет, и эта срань довольно долго была И это было странно Вот надеюсь, с Эджем так не будет, чтобы и дальше У Эджа был вот такие вот охренительные матчи Которые имеют с собой огромный бэкграунд Или матчи за титул, хотя я не верю, что Эджу будут ставить матчи за титул И в принципе давать ему титул, потому что Зачем? Хотя я бы посмотрел на это с титулом Очень даже буду за Минус один стол, остался еще один И вы думаете, это просто математика? Нет, это призыв Это призыв, который намекнул Эдж Показав на вот Комментарский стол, где сидит Курик Грейс и компания Ну что, он тут еще не сломанный А зачем на мании столы, которые не сломаны? Хотя в реальности вряд ли будут сломаны столы Я в принципе, да Перформанс центр, там по-моему Не особо много столов, чтобы их прям так ломать Воу! А Рэнди Ортон-то магию отсервировал У меня Рэнди И даже Клоузланд правил Так, хорошо, теперь небольшое время инициативы для Рэнди Ортона Будем смотреть, что он делает А он ничего не будет делать Он будет ждать, пока я не смогу встать Ну серьезно, Рэнди Ортон, ты не позорься, ну Че ты злишься, Рэнди? Ты думал, так все так просто будет? Серьезно Ты как будто это же впервые в жизни видишь Ладно, на ринге Но Ни разу же Эджи Нил только слышал о нем Ну вот, что-то там запрещенная суперзвезда И все Ой, отличный бигбуд был Кстати, да, была занимательная статистика Рэнди Ортон и Эджи, они оба побеждали в Рэлд Рамблах Были Манни и Индебэнг гаями Гранд Слэм чемпионство имели И вот командники тоже, очевидно, были Потому что они даже вместе друг с другом были командными чемпионами Так что они очень похожи И будет интересно посмотреть на их противостояние Вот в 21 веке, в частности, в 20 году Да сюда иди Че ты убегаешь? А, ладно Обманул меня, казалось бы, Рэнди, но нет Эджа нельзя обмануть, потому что Эдж, у него всегда есть план Он как у кого был всегда план Как Брайан Кенрик Но Хорошо Че Рэнди Ортон? Думал все, думал отлежался Один Элблдроп словил их Все, они Эджа, это мало Еще и сплэш бешеный Прям как Джимми Снуко завещал По-моему, это сплэш именно от него пошел Именно вот расставляв ноги и руки В разные стороны Это почему-то вот у меня с ними не ассоциируется Ах, ты же негодяй Опять Опять он меня просочил сквозь лестницу Рэнди Ортон, как ты это делаешь? Ты маг Ты опачки А вот и сигнат Рэнди подъехал Неожиданно сейчас было Может тогда и до Аркео дойдет? Нет, Рэнди? Нет, конечно нет Рэнди Ортон не будет А, нет? А, да Рэнди Ортон не будет разменяться на Аркео Он думает, что я после сигната не встану А я, кстати, попал Ну, а я-то встану Да все Да иди Тихо, ех ты А вот он мог сейчас у меня Аркео Прописать Но не захотел Это сейчас была его ошибочка Потому что Эдж Ты куда-то бежишь Вот видать, какой он разбег взял Этот грациозный пони Ну-ка Так Максимально влево давайте выкрутим Посмотрим, работает ли старая классика Такие так и не починили эту срань Ну, серьезно Почему, чтобы сломать лестницу Нужно максимально вправо попадать Мало того Я даже не попал на лестницу Вы можете посмотреть по 3D-моделькам Я даже не близко к лестнице был А анти-игера такая Молодец Сол сломал Ну, какой дебилизм Окей, ну, серьезно Вот почему бы К старым добрым багам Не пофиксить их А вот еще и новый добавлять Ну, это Эх Так, ну ладно Мне кажется Пришло время И Рэнди Ортон уже говорили Goodbye, my friend Goodbye Есть такая в песне Скорее всего, есть А я знаю Goodbye, my love По-моему, есть Но Friend, love Одно и то же Так Едж Ой, как обидно сейчас было Для Эджи И Рэнди Ух ты А было бы очень круто Если бы он поднял И сразу же аркеошку провел Тогда было бы мощно Да Ну, это же Рэнди Ортон Тупой АИ То бишь бот Рэнди Ортон А боты В частности Искусственный интеллект Здесь просто Убийственен Минус еще и Секьюрити Уолл Тук-тук-тук-тук-тук Тук-тук-тук-тук-тук Давайте посмотрим Еще под Под ринг Заглянем Я думаю Надо максимально Рэнди Ортона Уничтожить Потому что Он заслужил Так Бычить на Эджа Это наказано И да Если вы не поняли Я Поставлю на победу Именно Эджа Ох ты Посмотрите Смог у меня Все-таки Биту из рук Выбить Ну давай Давай Красуйся Угу Ну че Вот Рэнди Ортон Вместо того Чтобы красоваться Ты бы это время Потратил бы на то Чтобы оружие Хотя взял Или что-нибудь такое Нет Ты просто красовался И все А я уже был бодренький Понимаешь Ошибка Ошибка Рэнди Ортон Ошибка на ошибке Вот серьезно Сколько ты лет в рестлинге Мне кажется Сколько Тысячи В каком-то Дебюте у нас Рэнди Ортон Тысячи втором По-моему Сколько времени Он тут проводит И еще не знает Как построить рестлинг Серьезно Рэнди Как так Ты должен быть Мастодонтом Рестлинга Ты должен знать Все досконально То что Аха Рестлер лежит Но если вдруг Встанет У меня должно быть Оружие Которое Просто Вынесет ему Мозги С одного удара Но нет Рэнди Ортон Не такой Рэнди Ортон Был покрасоваться Только Эх Рэнди Рэнди Так Ну что же Рэнди Рэнди Ортон У меня еще и Камбэк подходит Нифига себе Ух ты А посмотрите Я дотянулся На Рэнди Ортон Заверсировал Ух ты Могло быть опасненько Я сейчас думал Что сейчас будет Аркиешка Вот Рэнди Ортон У тебя есть Аркиешка Куда ты пошел Стой Стой Ортон негодяй Какой Ладно Так Что у меня Интересно За канатами Спир И он А отлично Супрекс внутрь Хорошо Тогда возможно успею Негодяй Рэнди Ортон Посмотрите Еще и это свистнул Как свистнул Эдж Эдж Давай 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 Да я уже в смысле У меня еще была полусекунды Я бы успел Эх Игра просто гасит Просто гасит меня Но не критично Я все таки добился Чего хотел Потому что Рэнди Ортон Кажется здесь Мной И стулом Судья Ты что меня двигаешь Так она нормально Судья подвинул Из-за этого я не смог Ему на голову Стул надеть Хотя она сжала экшен Как вы все поняли Ну-ка иди сюда Бэк Суплекс Бам Хороший Даже на стул попал Так Забираем стул Надеваем стул И бьем по стулу Вот такая вот У меня арифметика Чтобы Рэнди Ортон Прочувствовал максимально Всю эту боль Которую он причинил Эджу Видите Даже в специальном Издевательском стуле У нас Рэнди Ортон Запер Типа Вот и где твоя эволюция Сейчас Когда она тебя Могла бы спасти Иди сюда Суплекс Отличный Суплекс Еще одна попытка Рэнди Ортон Как бы ты не спасался От этого Ты не уйдешь От своей судьбы Понимаешь Так что все Рэнди Ортон Прими то Что у тебя Больше нет рабочей шеи Возможно Уже будет у тебя Травма шея После которой Ты не излечишься Вот так Видите как Неприятно Да Рэнди? Неприятненько Когда у тебя шея страдает А вот представь А вот представь Кого было Эджу Но Рэнди Ортон Я думаю Уже ощутил Все что Можно было ощутить Хотя нет Эджу еще мало На еще И Третье Я говорю На Вот так Бедная голова Рэнди Ортона Хотя нет Зачем его жалеть Эджу Ты что Кинул А вот Вот почему ты кинул Да потому что Не могешь Понял На Дэдэ Трешечку Прямо в череп игрока Бам Хорошо Нравится что Рэнди Ортон Уже ногу на ногу Ой Ногу на ногу Положил то что Все я сдаюсь Я сдаюсь Но Эдж не хочет Чтобы ты сдался Эдж хочет Чтобы ты не встал А возможно И завершил свою карьеру Кто же знает Чего добивается Эдж Он может на расломании Мы узнаем Он может на расломании У нас будет даже Моральный выбор Эджа Убивать Рэнди Или нет И бам Все This Is Over Ну мне кажется Это очевидно Конец Но давайте уже добьем Красиво Добьем Красиво Кто-нибудь спел Такие песни Вряд ли Ага Добьем Конечно Рэнди Ортон Еще есть пара тузов В рукаве Как минимум Он настолько в сознании Чтобы реверсировать Еще даже спир меня выбил Вот если бы там был стол горячий Тогда бы Оценил И если бы я был Мигфолли Но я не Мигфолли А ты не Эдж Рэнди Даже от двух Не было Понимаешь Чего ты таунтишь Я тебе разрешал таунтить Разве Рэнди Нет Не разрешал Так Так Получится ли То в смысле На Почему не сработало Почему она Вот Окей Вы разбросали Гребаные Управление Очень ублюзки Почему не надо было сделать Поднимание предмета И Лев на разные клавиши Раз вот такое происходит То что я хочу сделать Кэтш Сделать Красивый Надеюсь Спир Надеюсь на стул А игра просто не дает Этого мне сделать Потому что я вместо того Чтобы сделать кэтш Делаю Поднятие стула Нахрена мне стул Хотя нет Знаете У меня появилась Одна идейка Давайте сделаем Вот так И будем ждать Давай Рэнди Вот он Подходи И спир Ну блин Не так зрелищно Ну я думаю Давайте все таки Попробуем Еще One more time Как говорится Мало ли Сможет На Все Вставай Рэнди Хочешь Словить Эджикюшн Конечно Хочешь Что за тупые Вопросы Да Рэнди Опа Эджикюшн Бум Хорошо Так И все таки Давайте попробуем Еще раз Сюда Завернуть Сюда Мы поднимаем Рэнди Ортон Ортон Как лучше Сделать Эдж Ага Значит Мы получается Толкать будем Куда Оттуда Оттуда Так Значит Мы Мне кажется Ага Он еще Не среверсирует Я уже Раскладывал Тут геометрию А он Реверсирует Так 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 И Да Почему Ты берешь Стул Ну вот Ёпта Так обидно Было Это же Смотрелось Как идеальный Ракурс Эх Ты Какой Рэнди Ортон Посмотрите На него Реверсирует Реверсирует Хватит Реверсирует Рэнди Ортон Прими Свою Судьбу Че Не понял Почему Где мой Кетч Официальный Это че Сейчас было Рэнди Ортон Вставай Рэнди Ортон Я же завершу Понимаешь Если я хочу Я сделаю Это Рэнди Ортон Как бы ты Не проявился Своими Реверсами Бесполезными Во всех Случаах Жизни Ну-ка Вот Спе Все This Is Ова Наконец-то Наконец-то Эдж Исполнил То, что Давно Хотел Исполнить В частности Уничтожить Рэнди Ортон Нужно было Еще В менеджера Эджа Взять Бэт Феникс Хотя нет Это было бы Неприятно Потому что Возможно Рэнди Нападал На нее Потому что Ласмонстандин КДК Жи нет Хотя Мне кажется Бэт Феникс Дала бы Отличный Отпор Рэнди Ну и все Конечно Очевидно Это конец И поздравляем Эджа С победой Рэнди Ортон Мне кажется После этого Унесется На носилках Ну а Как будет В реальности Посмотрим Я не думаю Что в реальности Будут прям Такие споты Которые Были показаны У меня Во-первых Столов Вряд ли Там будет Сломан Секюрис Ивол Еще Может быть А Вот этот Подкид Со спиром Очевидно Его тоже Не будет Но вот Момент Со стулом Когда Эдж Наденет На Рэнди Ортона Стул И типа Сломать ему Шею Или нет Мне кажется Будет Моральный Выбор И Эдж Не сможет Это сделать А я Сделал Потому что Я Запрещенная Суперзвезда Эдж Поздравляем Эджа С возвращением На ринг То что Он направился Столь тяжелой Травмы Это очень Очень круто То что Он смог Повороть То что Далеко Не каждый Смог бы Просто Даже Хотя бы Какие-то Физические нагрузки Обычные Ежедневные На себе Крестлинг пошел Самое Одно из самых Опасных Спортивных Развлечений Будем верить Что матч Будет на 5 звезд В реальности До свидания